Всем привет, дорогие наши зрители! Сегодня несколько необычный формат видео. Необычность его в том, что готовим мы с мужем вдвоем, а еще мы будем готовить не в помещении, а на улице у нас во дворе. И будет у нас вот такой вот замечательный, очень вкусный и полезный салат из овощей на гриле. Такой салат подойдет к любому мясу на гриле, на мангале, даже в духовке. У нас, например, будут сегодня рипстейки, мы очень любим барбекю, часто готовим, особенно на выходных, в субботу, в воскресенье. Ну, можно приготовить любое мясо, какое вам нравится. А для салата нам нужно запечь овощи, один крупный баклажан и пять небольших помидорчиков. Нужно запечь баклажан до мягкости, чтобы обгорела шкурка, а когда он почти готов, начинаем запекать помидорчики. Мама, а как же я? Ты что, обо мне забыла? Какие помидорчики? Какие баклажанчики? Я хочу мясо, я хочу рыбу. Пойду посмотрю, что у тебя в сумке, что это за расческа такая? Ты куда консерву спрятала? Покорми меня, бедную. Хочу мою консерву, хочу сухой корм. В этот салат также можно добавить запеченные на гриле сладкие и горькие перцы, а также репчатый лук. Получается тоже очень вкусно. Готовые овощи необходимо переложить на отдельное блюдо и дать им остыть. А тем временем я пойду в свой огород и соберу немного какой-то зелени. Я думаю, сегодня у меня будет орегано. Я люблю экспериментировать с разными травами и каждый раз получается новый интересный вкус. Если добавляете орегано, добавьте несколько веточек, много не нужно, потому что он имеет достаточно интенсивный вкус. Кроме орегано можно добавить петрушку, укроп, тархун, шалфей, кинзу. В общем, добавляйте то, что вам нравится по вкусу и аромату. У запеченных овощей необходимо снять шкурку и убрать плодоножку. Если вы запекаете перец, положите его в пакет и тогда будет гораздо легче снять шкурку. Теперь овощи необходимо нарезать. Можно нарезать мелкими кубиками, крупными, средними. А также можно пропустить через мясорубку, если хотите сделать овощной паштет. Он, кстати, очень хорошо подходит к гренкам. Я сегодня нарежу такими средними кубиками. Друзья, обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам такой формат видео, хотели ли бы вы еще больше рецептов на гриле. И если это видео наберет много лайков, я думаю, что мы еще сможем снимем такие же рецепты простых вкусных блюд из мяса, из рыбы, из овощей. Помидорчики тоже нужно нарезать такими же кубиками, как и баклажан. Естественно, нужно удалить плодоножку. Если вам не нравятся семечки, вы можете их не добавлять. Лично мне они не мешают в салате, поэтому я всегда их добавляю вместе с теми соками, которые выделяются из помидорчиков. Нарезанные кубики баклажана и помидора кладу в миску. Мелко нарежу 2 зубчика чеснока, можно добавить больше чеснока, либо меньше. Регулируйте все по своему вкусу. И теперь еще осталось нарезать зелень. Отделяю листики от стеблей и затем нарежу меленько. Добавляю чеснок и орегано в миску с овощами. И теперь осталось салат приправить. У меня будут самые простые специи. Сегодня я добавлю соль и молотый черный перец. Чтобы салат имел интересный вкус, я еще добавлю 2 чайных ложки бальзамического уксуса. Можно заменить лимонным соком, либо вообще не добавлять. И заправлю оливковым маслом. Примерно 2 столовых ложки. Конечно, все регулируйте по своему вкусу, как кто любит. Если любите острый перец, можете еще добавить немного острого перца. Все перемешиваем и можно подавать к столу. Вот такая вот вкуснятина у нас сегодня получилась. Друзья, наш ужин готов. Мясо уже приготовилось. Салатик готов. Так что мы идем ужинать. Надеемся, что видео вам понравилось. Если это так, поддержите нас лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Ну а мы желаем вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok